40 звонков за три часа успел принять губернатор региона Анатолий Лис в ходе прямой телефонной линии в минувшую субботу. Чуть меньше половины дозвонившихся жителей областного центра в списке тем лидирует жилищно-коммунальное хозяйство. 60% вопросов относились к данной сфере. Благоустройство, придумывая их территории, ремонт и грейдирование дорог, строительство и реконструкция жилых помещений. Ни один из вопросов не остался без ответа. По поводу ремонта нашего дома номер 12. Понимаете, мы с 2009 года просим этого ремонта. У нас там так плохо в нашем доме. Ремонт холодно, с лесом жарко. Мы не знаем что. Балконы у нас плохо держатся. В жарах никуда не зайти, кругом вода. Хорошо, я разберусь, поручу службам. Дадут вам конкретный ответ. Не просто так, а дадут конкретный ответ, что будем делать и когда. Это уже четвертая прямая телефонная линия губернатора региона с начала текущего года. Как отметил Анатолий Лис, стало больше вопросов по существу. Но вместе с тем, чаще всего они касаются тех сфер жизнедеятельности, которые находятся в компетенции органов власти на местах или руководителей того или иного предприятия. А значит, могли быть уже рассмотрены или решены ранее. Хотя, безусловно, есть и такие, где без помощи или прямого указания у руководства области не обойтись. Некоторые вопросы, такие как организация дорожного движения в городе над Бугом, обеспечение водой сельских жителей, а также эксплуатация домов, не соответствующих нормам строительства, губернатор взял под личный контроль. Вопросы, в принципе, это касается строительства жилья, улучшения жилищных условий, качества строительства, трудовые какие-то вопросы. То есть, перечень вопросов, он остается тот же, как и всегда. Не вижу я каких-то особых таких вопросов сложных, хотя вы слышали, что есть вопросы, которые уже не решаются и довольно долго. Есть сложные вопросы, которые трудно разрешить, потому что уже они вошли в фазу, когда есть проблемы. Прямые телефонные линии проводятся на Брещене регулярно. Для представителей власти это возможность узнать о том, что волнует людей сегодня, для обратившихся получить помощь или разъяснение по проблемному вопросу. Свою эффективность данная форма работы уже давно доказала на практике. Однако время не стоит на месте, и совсем недавно в ее организацию были внесены существенные изменения. Да, действительно внесены изменения. Они, прежде всего, касаются того, что кое-какие моменты упорядочены там. В чем это заключается? Прежде всего, у нас много обращений шло не по адресу. В законе внесены изменения, что фактически люди должны обращаться, ну, непосредственно, прежде всего, к тем службам, организациям, которые решают эти проблемы. Но это не говорит о том, что человек не может обратиться и в вышестоящую какую-то инстанцию. Но, смотря по какому вопросу, если, допустим, он обратился в райисполком, по вопросу, который входит в компетенцию райисполкома, и этот вопрос на уровне райисполкома не решен, тогда, конечно же, этот человек праве обратиться в обл. исполком. Если его не решили в обл. исполкоме, а это компетенция обл. исполкома, конечно, он может обращаться выше в совет министра в администрацию. То есть, вот этот вот порядок, он немножко более четко прописан. Также, в соответствии с документом, органы местной власти будут не обязаны рассматривать споры, которые возникли между нанимателем и работником. Коснулась корректировка и деятельности так называемых штатных жалобщиков. За направление систематически необоснованных обращений три и более раза в течение года в будущем заявителю из своего кармана придется погашать расходы, связанные с выездом на место специалистов и проведением экспертиз. Все эти меры призваны оптимизировать и усовершенствовать процесс работы с обращениями граждан.